Зрители старшего возраста знают этого актёра по его звёздной роли Артура Банга в знаменитом фильме «Долгая дорога в дюнах». Эта лента имела оглушительный успех и была тепло воспринята зрителями. История любви Артура и Марты, которые пронесли свои чувства сквозь время, стала настоящим хитом. Миллионы зрителей, затаив дыхание, наблюдали за перипетиями в жизни главных героев, пока они вновь не встретились после всех пережитых испытаний. Для исполнителей главных ролей картина «Долгая дорога в дюнах» стала большой удачей. На момент начала съёмок в фильме Юазас был далеко не самым известным актёром. После выхода картины на экраны Киселюсь моментально стал любимчиком зрительской аудитории, а в особенности её женской половины. В жизни актёра было немало счастливых и грустных моментов. К сожалению, его сердце перестало биться в 41 год. Сегодня мы расскажем о жизни этого знаменитого актёра. С ранних лет Юазас испытывал неподдельный интерес к лицедейству. Он принимал участие в художественной самодеятельности и к моменту окончания школы твёрдо решил связать свою жизнь с актёрской профессией. В итоге он поступил на актёрский, а после окончания учёбы молодой человек устроился в театр и почти сразу стал сниматься в кино. Актёрская карьера развивалась медленно, но кое-каких успехов ему всё же удалось достичь. Переломным моментом в его судьбе стали съёмки в телефильме «Долгая дорога в дюнах». Роль идеалистического романтического героя Артура Банка в корне изменила его жизнь. Он стал настоящей звездой. В дальнейшем режиссёры часто предлагали ему схожие роли душевных, чистых и смелых персонажей. Однако актёру они казались неинтересными. По яркости его личная жизнь ничем не уступала карьере. Официально он был женат два раза. В первом браке у него родились две дочери. Вторая жена актёра, Аглия, в буквальном смысле боготворила его. В браке у них родился третий ребёнок, сын. Семья была дружной и счастливой. Но, к сожалению, популярность актёра стала постепенно сходить на нет. Актёр очень болезненно переживал творческий застой и профессиональную невостребованность. Актёр переживал, что станет обузой для своей семьи. После очередного отказа на пробах у него защемило в груди. Медики долго не могли определить причину боли в груди. Впоследствии выяснилось, что он страдал от редкого порока сердца. 7 мая 1991 года по дороге домой актёру стало плохо. Он был экстренно госпитализирован. А затем, во время процедуры рентгеновского снимка сердца, у него лопнула сердечная аорта. Юазаз скончался мгновенно. Ему был всего 41 год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok